привет мои дорогие это снова я как говорили у нас раньше мы вас не ждали а вы приперлись чё я приперлась я приперлась чтобы скрасить ваши 1 одиночество мы же все очень одинокие люди да и страшно боимся этого почему боимся потому что нас в детстве так учили мамы наши боялись нас потерять и пугали нас там не отходи далеко там цыгане тебя украдут а вот там один там не сможешь вот эти все поговорки один в поле не воин это все формировало нашу психику но раньше да раньше одному было тяжело это правда в годах 70 60 80 90 одному было прожить практически нереально сейчас времена поменялись очень сильно все изменилось и в принципе сейчас все равно женщина вы или мужчина вы прекрасно можете жить один но если вам уже напихали в голову этих страхов то конечно вы будете жить один и бояться а можно просто жить одному и не бояться и вот тоже проблема у женщин да которые боятся одиночества они начинают цепляться за всякую херню вот там мужчина там посмотрел на нее говно не говно там последнее чмо вот бежит за ним а он еще и ей попользуется ноги вытрет а она потом еще всю жизнь плачет что вот как он негодяй мог так вот поступить и что я предлагаю я предлагаю не бояться а сейчас почему я записываю именно сейчас сейчас рождественская пора сейчас вот эти психозы боязнь одиночества она очень сильно обостряется я помню несколько лет тому назад я поехала в марбург тут город недалеко от меня на какой-то вайнах смарт на рождественский базар чик мы там встретились со знакомым в марбурге там попили вино и все и мне нужно было поездом возвращаться домой я поехала пошла где-то часов 8 9 это было на поезд чтобы вернуться домой и какая-то сука прыгнула на рельсы под поезд самоубийство совершила да почему да потому что в рождественский период больше всего обостряется вот это вот страх одиночества депрессии все такое почему потому что люди больше всего начинают себя чувствовать одинокими когда начинается вот эта лихорадка когда в телевизоре все время рекламы гонят вот это вот семья за столом подарки друг друга дарят а человек который одинок каких очень много очень много тем более пожилые люди которые там потеряли своего там мужа жену до женщина например детей у них не было не получилось муж умер и вот что и теперь насмотрелась этой рекламы давай куда-нибудь вешаться или еще что-нибудь психозы обостряются хочу сказать что ничего страшного как я уже учила да если у вас начинается такая паническая атака вы себе что-то там придумали и начинаете бояться просто ложите ручку вот так себе на грудь на точку я и повторяете несмотря на то что я испытываю бешеный страх или какой вы страх вы должны назвать этот страх я полностью принимаю себя свои мысли свое тело и то что я чувствую этот страх видели до хвостик пошел это вот русское голубое ходит и вот говорю ничего страшного очень много одиноких людей и что мы сделали в этом году на рождество с моим ребенком я уже выставляла фильме киев писала и говорила у нас в германии практически нету родственников близких настолько близких родственников с которыми бы мы хотели отмечать рождество пару лет тому назад мы отмечали рождество с абсолютно чужими людьми привет и в этом году мы решили купить а такое тур двухдневный тур по столицам бенилюкса и вы знаете я была в шоке я думала что не будет людей я думала все будут дома сидеть и отмечать рождество оказалось нет было настолько много людей что они всех желающих смогли даже поместить мест в автобусе не хватило и вот мы поехали очень было много одиноких людей очень много было семейных очень много было вообще русаки русские которые приехали в гости в гости к родственникам в германии были с белоруссии люди с украины с россии и вот очень часто я вижу что когда вы так люди приезжают родственники им делают такой подарок вот такой двухдневное трехдневное путешествие в париж там столице бенилюкса и люди едут катаются да вот много было тоже одиноких потому что я видела что было много одноместных номеров в отеле раздавали где люди приезжают знакомятся могут вечером пойти вместе выпить погулять поужинать поболтать я вам говорю что это как способ не быть одному в празднике в рождественские праздники а я рассказывал я не помню я рассказала или нет про эту историю да что я поехала в марбурге не могла вернуться потому что кто-то прыгнул на рельсы и разбился и мы попросту до середины ночи сидели на вокзале ждали когда почистят пути пути чтобы упустили поезд так мы и не дождались перезнакомились все на вокзале холодина была в германии вокзала не отапливаются так что вы можете представить на улице 0 градусов а в помещении тоже сидишь на эти стены эти мраморные все холодно мы познакомились с людьми эти люди позвонили к родственникам это были люди соседней деревни и вот они меня забрали завезли я им конечно заплатила и вот так я попала домой и вот слушайте не вешаетесь не бросайтесь на торы на пути ну чё это вам поможет ничего только еще кому-то блин проблем наделается вот как мне тогда так что если сильно страшно помните одиноких людей много всегда можно познакомиться везде можно познакомиться не будьте попросту затюканным идите и знакомьтесь а если сильно страшно рука на грудь и аффирмация несмотря на то что я испытываю ужасный страх я полностью люблю и принимаю себя свои мысли свое тело и то что я испытываю страх повторяйте так много-много-много раз и вы освоитесь с этой мыслью с этим страхом и он вас спустит это знаете то же самое когда как лечат от боязни пауков просто человек приходит и несколько часов сидит в комнате где в клетке сидит паук и вот он сидит приходит один день сидит там по нарастающей там 15 минут потом полчаса час и он настолько потом привыкает к этому пауку в клетке что он перестает его бояться то же самое тут происходит когда вы объясняете свои свои психики что вы боитесь но вы это признаете и все равно любите себя несмотря на свой страх и нас на свои вот эти все тараканы в голове это принимается и отпускает всем привет с наступающим новым годом пока